20 июня 1853 года Киевский футбольный клуб «Динамо» стал победителем первого в истории независимой Украины чемпионата страны по футболу. В финале «Белосиние» одержали победу над Кременчужским кремнем. Встреча, вызовшая огромный ажиотаж у зрителей, завершилась со счетом 1-4. Участниками первого чемпионата Украины по футболу стали 13 команд. Серебро одержал Днепропетровский Днепр, а бронзу – Одесский Черноморец. Игра «Белосиних» отличалась четкими тактическими действиями, поэтому уже в начале турнира команда захватила лидерство. Самым результативным «Динамовцем» стал Виктор Леоненко. Ворота соперников он отправил 16 мячей. Успех «Киевская Динамо» повторили и в следующем году. «Белосиние» – 16-кратные чемпионы Украины, 12-кратные победители Кубка страны. Они 13 раз брали золото на первенствах СССР, 9 раз становились обладателями Кубка СССР. Также в числе трофеев клуба – два Кубка Кубков УЕФА и Супер Кубок УЕФА. Кроме того, «Динамо» входит в почетный список лучших клубов мира 20 века. А Олег Блохин и Игорь Биланов, будучи «Динамовцами», одержали престижную награду «Золотой мяч». Цвета белосиних защищали и защищают лучшие футболисты своего времени. Среди них легендарные Анатолий Демьяненко, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. 20 июня – Всемирный день беженцев. По статистике ООН, каждую минуту 24 человека покидают родные места из-за войн, стихийных бедствий, нарушений прав человека. С начала вторжения РФ в Украину количество украинских беженцев превысило отметку в 5 миллионов человек. Преимущественно это женщины и дети. Еще более 7 миллионов стали внутренне перемещенными лицами. А каким будет 20 июня 2022 года – зависит от каждого из нас.